Добрый вечер, милые дамы и уважаемые господа. Здравствуйте. С вами Семана Амельян, Марталина Краснова. Савтор проекта «Визуальное», где мы обучаем стримительным освоение визуальной машины. С нуля. Но у нас начинается второй курс. Вот расскажи, пожалуйста, про него. Про второй курс, всё-таки ты, как этот педагог, тебе покушай. Сейчас детенки обсуждают, у кого, кто вырос из каких изделий и у кого какая кукла. Ну, куклы – это, конечно, незаменимые изделия, именно для нашей конкретной массовой группы. Это манекен. Это мини-манекен. Всё. Мы вяжем на мини-манекен для того, чтобы не вязать на себя. Не всем нужны эти шапки, не всем нужны колготки, не всем нужны эти травы, не такую форму, какую мы будем вязать. И поэтому, представьте, если бы вы вязали колготки на себя, я представляю, что бы было бы. Ну, во-первых, это сколько пряжи, это сколько времени. А если они не нужны, вы их распускаете, это испорченная вещь. Потом не все дамы у нас любят показывать себя в колготках. А сдавать-то надо, поэтому куклы у нас выручают. Вы на кукле отрабатываете полные все действия, которые будете выполнять на себя. Там поблажек никаких нет. Потому что неизвестно. Вот вам сегодня не нужны колготки, а завтра у вас внучек появился. И там мы отрабатывали и швы, и пятки, и носки, и посадку. И там нюансы есть по измерению длины и прочее-прочее. То есть мы все это отработали, без всяких поблажек провязали мини-вариант на нашу модель, на манекен. И для себя уже вообще вопросы у вас отпадают любые. Потому что все вопросы, которые могут возникнуть, вы задаете в процессе работы. Все, мы закрываем, с вами все проблемы. Девчонки пишут, кривульку опознали, радуются. Да, радуются. Кривулька прикольная. Если швы плоткие сделать, то, что у нас спрашивают. Уж какие у нас тут кривульки. Ой, там и мороженку, и... Но это... Я заставочку сделала, такую кривульку, потому что это... Лозунг нашего второго курса. Мы учимся считать и вязать на пол четкие какие-то размеры уже. Четкие формы. Четкие формы, четкие размеры, потому что первый курс, это все-таки знакомство с машинкой, это введение. Второй курс, это уже начало, это как вы говорили сегодня. На годном курсе мы с вами заливаем цементную основу, стяжки делаем, да, вот Светлана опытная. Я ремонт, да, закончила. А на второй курсе, это уже первая степень повышения нашей квалификации, поэтому вот мы с вами начинаем уже конкретную вещь по конкретному размеру. На экране план группы. План обучения, то есть расчетные, это три варианта. Расчеты бывают разные. Мы здесь не будем прибегать ни к одной сторонней программе, потому что о чем в каждой программе есть свои нюансы, я вам буду рассказывать на занятиях. Почему не стоит пользоваться сторонными ресурсами, почему надо считать самими. Соединение деталей, то же самое. Те пока красивые вещи, которые мы видим впереди, спину не показывает никто. Если пойдете в интернет смотреть, что вяжут, вяжут все красиво. Сзади пока не показывают. Это как бы не принято, неприлично. Поэтому делаем так, чтобы нам было нестудно показать свои изделия сзади и сбоку. Если не было розетцев в гостях. Вот было такое на одном из первых наших потоков, когда говорили, да, мне не стыдно снимать сзади. Потому что он одинаково красив и внутри и снаружи. Третий вариант. Носки и следочки с ремешком. Это тоже технология, потому что слетки с детки. Мы слетки снимаем с машины, уже готовы, там только плохо присидеть. Это технология цельновязанного изделия на одной фонтуре. Объемное, цельновязанное изделие, вязанное на одной фонтуре с объемными обработками. Все носки, это более-менее стандартный вариант для соединения поперечного и долевого вязания. Это все техника. Вязание колготок, брючек, ритуликов – это классика. Это, в принципе, всем, у кого дети, ваш аквандайк, потому что из этого изделия дети вырастают моментально. И покупать эти синтетические дорогущие колготки и брюки, это, наверное, не очень правильно. Дети должны стать натуральным и топливом. Вот мы с вами это отполним. Ну и бонус для тех, кто сдаст все уроки. Все четыре. Все четыре. В этом году у нас ужесточается. Ужесточили. Мы решили стать учениками и ужесточить правила. Мы решили стать настойчивыми. Настойчивыми. Потому что вот это вот «хочу-буду-хочу-не-буду», оно при… А мне носки не надо, да? А я живу в Африке, мне носки не надо. Вот никакой у нас демократии абсолютно никакой нет. Солитаризм у нас тут… Школа у нас достаточно жесткая. То есть уроки принимаются очень не жестоко, но жестко. То есть должна быть отработка нормальная. Если все халявно сделано, заворачивается на переделку. Потом вы говорите, если мы… Мы просто сделали вывод, что мы делаем поблажки, а потом говорят, а ничему не научились. Ну так а ничему не учились, вот и не научились. Мы обещаем научить только тех, кто будет учиться. Поэтому переделки – это тоже рядовая такая вот… ситуация. Что входит в этот курс? Почему у нас не получается изделие? Вариантов много. Отпаривание, грузики, разная пряжа, перетяжки, тюгом и прочие-прочие вещи, которые нам мешают. Мы вот эти вопросы снимаем на наших занятиях, потому что они приводят к очень простатичным последствиям. Вот, не знаю, будет ли сейчас сходить нам. Мы видим на фотографии самого поседения очень, потому что это маленький фрагмент, который сильно увеличен изначально. Поэтому, ну, в принципе, видно, что один просвечивает дырками, второй не просвечивает. То есть эта деталь перетянутая частично. Это тоже… Это очень нитка какая-то посередине. Это что? Ну, это же оборванная была. Ну, вот эти дырки, которые… Да, да, да. Видны, вот они везде просвечивают. А здесь нет решивка. То есть это, опять же, испорченная вещь, которая в основании не подлежит. Это мы сами портим, сами делаем себе условности. Секунду. Татьяна пишет. Мы же любим себе создавать трудности, мужественно с ними бороться. Девочки, надо запомнить, что мы девочки, а не мужчины. Не надо нам мужественными быть. Поэтому трудности давайте не будем создавать. Будем просто выполнять… Нет, трудности мы можем и создавать, но бороться с ними не будем. Мы будем их… Не привязывать, да, бороться. Нет, мы будем их обходить, обходить. А вот ты знаешь, мне что нравится? Мне нравится, когда, как в айкидо, да, когда ты используешь падающего, бегущего на тебя врага и лёгким толчком его силу используешь против него. Вот здесь точно так же. Я смотрела «Бойцов с ума», вот не знаю, как это… Она меня агитирует, чтобы я пошла с ума заниматься. Какие у тебя выводы женские прям? Вот ещё я обозвала меня жирные, да, взаимодицы? То есть я рассказываю о том, что я видела там просто сюжет. «Бойцов с ума». Я тоже видела этот репортаж. А грузин там был? Не знаю. Грузин не грузин, но один огромный, большой, второй такой достаточно скромный. А, нет, это международно было. И вот этот скромный стоит, вот они топчутся, 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 как это, пугают друг друга своими присядками, да. И вот этот, который более объёмный, он как вовманулся. Меня всегда удивляет, как вот эти вот огромные туши бегают быстро. Но маленький, оказалось, и шустрее он отошёл в сторону. И этот огромный, и вот пугает… Пробил стену. Вот этот огромный монстр, монстр просто, он вылетел с потами и улетел в зрителей. Убил 15 человек. Я не знаю, но победа за слабым. То есть он отошёл от проблемы. И всё, и благополучно победил. Короче, как можно вот этот шов обработать, чтобы… Ну, шов, чтобы не было вот такого. И девчонки, когда пишут, что еду в автобусе, разглядываю чужие швы и радуюсь, что у меня такого безобразия нет. Мне очень нравится, что Анастасия пишет. Точно, творчество – это поиск решений в условиях ограничений. Да, у нас важные ограничения. У нас нет времени, у нас не всегда есть пряжа, у нас, да, ограничивают нас по всех сторон, а мы их обходим. Да, и это мы учимся мастер-дюки. Вот красивая шапочка. То есть вы видите шов вот такой, и вы видите шов вот такой. То есть в одном случае он явно виден, в втором случае его просто не видно. Вообще не видно. Это детская отработка за одной шовчиком. Вот это то, к чему мы стремимся, чтобы вот так было. Или вот швы. Это страшно смотреть, да. Это вот наши дамы, которые были отправлены на доработку. Проработав столько времени, в общем, вот эти рукавицы у меня тогда вызывали просто обмороки, панические атаки такие, которые смотрела на те швы. Все всадшились. Ну переделали, и все нормально. Переделали, да. Ну вот это вот желание, схалявите быстро-быстро что-то там. Вы сами будете это носить? Нет. Ну и кому это надо? Все. Значит не продать. Значит не продать. Куплю я эту вещь или не куплю? Вот эту вещь не куплю. Это вот почему труд вязательства стоит дешево. Вот ровно потому, потому что люди привыкли видеть вот такие вещи. Когда они видят другие вещи, они могут по-другому оценивать. Но менталитет, вот он как бы создается именно вот такими вещами. Почему оно должно стоить дешево? Вот именно поэтому. Дорогая вещь, это дорогая пряжа, дорогое исполнение. Ну вот эти кривойки, видите, они самого разного формата. И требований конфигурации нет никаких. Что хотите, то рисуйте. Самое главное, чтобы легло на мороженое. Мороженки, футилочки, обезьянок вязали. Да, вот сердечко. Идеально легло на контур. Видите, все, стопроцентный приемный результат. Задача первого урока достичь вот этого. И после этого вы можете делать любые расчеты, они вас вообще уже не тревожат больше. Ну вот, как вы видели, картинка у нас таких очень-очень много. Преимугольник и треугольник это вообще уже перестают быть вообще. Даже темы для разговора после такого урока это все уже просто. На автомате. На автомате, абсолютно. Это вот носочки. Третий урок носки. Да. Слизка тут почему-то нет. Я поставила, по-моему, слезок. Я не убирала. В общем-то, я была уверена, что вот тоже у меня с головой я была уверена, что подставила второй носочек. Ну вот, показывает вот такой один. Это отработка урока по носочке. Второй должен быть. Отработка по брючкам, колготкам, ритузикам. Вот тоже идеальные брючки, ритузики, хотите. Для ребеночка вопросов не возникнет даже углорами. Ластовицы и без ластовицы. Чем отличаются брюки от ритузиков? Брюки – это верхняя одежда, а ритузики – это колготки нижней одежды, которые под... когда что-то надеваются, поэтому они имеют ластовицы. А, вот. Вот эти носочки, которые вяжутся на одном дыхании. То есть мы делаем набор на машинке и снимаем готовые изделия. Уже ничего не надо делать, только пришиваем. Вот. Все остальное уже готово. То есть надели, пошли. Трудно представить, ну, это так. Полгодки. Отчеты. Да, мне очень нравится. Эти ритузики. Да. Да. Вот ритузики для ребенка. О чем ходить дома? Вот, кстати, клеща. То есть немножко на высоте все делается, я понимаю, где-то растут моментом, но есть тоже секреты, как это все надвязать. Где-то особых усилий. И чем-то я сделаю для себя шорты, и если сделаете из клубка Лёхи, вполне можно на таких и науках. Вот. Вы выполняете все уроки, все уроки ставят галочки за каждый, за каждый урок выполненный у вас ставят галочка специальным. За специальной ругательной таблицей, где все учитываются, там получаются. Мы раньше делали открытые, сейчас мы решили не делать, потому что не нужно вам знать, у кого какие долги. Вы сами знаете. Вот те, кто учится на конкретном курсе, получают все сиделки без отчета. Штырье урока. Да. И один марафон. Один марафон. Марафон, который текущий марафон. Текущий месяц. Да, текущий месяц. Вы участвуете в мастер-группе и получаете марафон. Вот сейчас у нас идет марафон по вязанию битвого платья. Да, вы его можете просматривать и не обязанно очкинуть. То есть вы получаете битвого платья. Да, если вам понравится, вот тогда мы обсудим, что там дальше делать. Потому что его можно будет приобрести уже не по той цене, по которой он будет для всех. Ну, вот эти брючки шаровары, натурально разные связанные. Для Светланы специального вязала. У них фишка в том, что... Много фишек. Фишек много. Но основная, которую вы видите, сзади нет шва. Это секционка. Она нигде не прерывает. Испереди, соответственно, нет шва кожа. Ну и павлини-перо, который на такой петрушке видно плохо, но это ажурый павлини-перо. Брюки бесшовные. Это моделирование. Вот получает тот, кто у нас отсчитывается за те четыре рука. Это как бы вам на будущее возможность связать клетку. Потому что сейчас возможности, брючки будут для вас сложноваты, но они у вас будут как возможность дальнейшего... Да, тренироваться. Ну вот, значит, этот курс у нас начинается со следующего вторника, поэтому все, кто у нас на первом курсе заканчивают, мы приглашаем на втором, на продолжение. Но тем, кто не проходил вводный курс, вы, в принципе, тоже можете присоединиться к этому курсу. Во-вторых, если те, кто отстал от предыдущих потоков, вливайтесь, потому что вы сами уже поняли, что в одиночку идти достаточно тяжело. Тем, кто на третьем, на четвертом, на пятом, может быть, не нужно ждать, идите своим ходом, но если вы... Как бы у вас есть возможность присоединиться ко второму, присоединяйтесь. Если вы уже у нас оплатили или вы там учились, или еще что-то, значит, пишите мне в личку, как мы с вами лично, персонально решим эту проблему, потому что стоимость курса сейчас стоит 3000 рублей, и те, кто у нас учились раньше, они оплачивали меньше. Поэтому мы с вами только лично с каждым регулируем, вы получите все бонусы, вы получите все, что положено, при условии, что у вас даны, при условии, что доплатите или не доплатите. В общем, с каждым будем персонально разбираться. Поэтому я приглашаю тех, кто, у кого, может быть, эти наборы питера мне не нужны, это я умею, а вот с расчетами, с ритузами, с колготками, это все-таки засада. Ну и напомню, что победа достигает тот, кто не боится поражения. Это такая вот общая фраза, но она заключается в том, что если вы боитесь ошибиться и поэтому не делаете, значит, победы вам точно не видать. Мы все-таки отличаемся от остальных этих рукоделия тем, что мы можем распустить. И не так сильно будут наши эти победы на нас, точнее, не так сильно поражения будут на нас давить. И помним о том, что маленькая победа, у нас все-таки победа, а маленькое поражение, оно же маленькое. Поражение. Маленькое, оно маленькое. Тут поражение даже не будет звучать. Продолжение следует...